Более двух третей поверхности Земли покрыта ладой. Мировой океан формирует погоду и климат всей планеты. Долгое время мы рассматривали его как неисчерпаемый источник ресурсов, забывая о том, что это огромная, но очень хрупкая система. Современная наука и техника буквально открыли человечеству глаза на проблемы мирового океана. С их помощью мы можем оценить размеры большого мусорного пятна, площадь которого 4,5 миллиона квадратных километров. Наблюдать вымирание целых видов морских животных. Отслеживать тайни ледников и изменения крупных течений из-за глобального потепления. Масштабы влияния людей на мировой океан растут с каждым годом. И это требует от человечества решительных действий. Если мы не хотим собственными руками уничтожить главный источник жизни на планете. Что ждет Европу, когда остановится Гольфстрим? Это значит, что климат в Санкт-Петербурге станет холоднее на 20-25 градусов. Как океанологи сражаются с глобальным потеплением? Это как раз-таки углерод нейтральная и даже углерод отрицательная технология. Чем опасен микропластик в морской среде? Канадские исследователи формулировку такую применили, что этот пластик можно рассматривать как таблетку с ядом. И какую угрозу несет переселение в северные моря, краба и горбуши с Дальнего Востока? Она заполняет, естественно, все водотоки и там гниет. Научные сенсации. Загрязнение океана. Не зря борьба за выход к морю велась во все времена. Кто владел акваторией, у того были козыри. Возможность вести торговлю с отдаленными странами, ловить рыбу и добывать морского зверя. В этом плане человечество не чуралось в варварских методах. Так, неконтролируемый забой китов привел к катастрофическому уменьшению их популяции. Пока в 1986 году не был введен мораторий на многие виды этого промысла. Перелов – одна из наиболее серьезных проблем и сегодня. Каждый год океан теряет 2,7 триллиона рыб. Промысловики уничтожают уникальные виды. Например, тихоокеанского голубого тунца или оранжево-красную рыбу семейства лучеперых. Ежегодно от 50 до 100 миллионов акул убивают ради спинных плавников, которые используются в традиционном азиатском супе. Акулы являются альфа-хищниками, поэтому размножаются медленно. Их численность еще долго не восстановится от последствий чрезмерного вылова. Пищевые цепочки легко разрушить, а восстановить сложно. С этой проблемой ежедневно сталкиваются российские рыбаки в акватории Баренцева моря. В течение нескольких десятилетий здесь велся очень интенсивный лов рыбы. Баренцева моря – это самый богатый водоем. Там и Тайска, и Пикша, и Палтус, и Камбал, там много-много всяких рыб. Все они находятся не в том состоянии, как это было 50 лет назад. До начала 70-х в Баренцевом море вылавливалось огромное количество трески и морского окуня. В меньших, но значительных количествах добывались Палтус, Зубатка, Сельдь, Мойва. Чрезмерный промысел наиболее ценных видов рыбы привел к сокращению запасов и резкому снижению уловов. Поэтому еще в советское время были введены квоты на вылов. Они оказали положительный эффект. Но хотя прошло уже почти 50 лет, рыбные запасы Баренцева моря до сих пор полностью не восстановились. Если раньше ловили до миллиона, до полутора миллиона тонн рыбы в Баренцева море, только мы, все рыбы, то сейчас, по-моему, всего 500 тысяч тонн по-тречески на две страны, но мы основные, там еще по мелочам другие страны, на две основные. А популяция атлантического лосося и вовсе снижается с каждым годом. Это фиксируют и ученые, и местные жители. В бассейне Белого и Баренцева морей разрешено ежегодно вылавливать всего порядка 60 тонн семги. Больше никак. Для людей, которые веками жили добычей красной рыбы, это настоящая драма. Еще один повод для беспокойства – массовый ход горбуши в реке. Он влияет на стоящую на нерестилищах семгу и может пагубно отразиться на воспроизводстве этого атлантического лосося. Работы по акклиматизации горбуши в бассейне Баренцева и Белого морей начались еще в начале 1930-х годов. В результате горбуша образовала в новом ареале местное стадо, которое смогло существовать за счет естественного воспроизводства. И даже расширять свой ареал обитания в Атлантике. Наши там западные коллеги, они довольно сильно встревожены, потому что горбуша продолжает свое шествие на запад по побережью Норвежского моря, и дальше идет в сторону Великобритании, уже даже Канады. Чем опасны инвазивные виды? И вдруг там появляется большой хищный краб. Один. Единственная причина, которая меняет теперь экосистему. И способны ли пришельцы уничтожить аборигенные виды? И вот наши экспедиции позволили в общем ответить на этот вопрос. И ответить даже количественно. Глава первая. Биологическое загрязнение. Жители Соединенных Штатов часто сталкиваются с настоящим дождем из рыбы. Толстолобик, или как его называют в Америке азиатский карп, был завезен в Штаты в 1970-х годах для борьбы с водорослями на рыбных фермах. После наводнения в 1980-х этому опасному для местной экосистемы виду удалось бежать. И теперь в Америке образовалась огромная проблема. Решелец из Азии заполонил дельта-рик Миссисипи и Ленойс. Он мешает жить местным рыбам, захватывает водоемы, съедает весь планктон. Как от него избавиться – непостижимая загадка. Американцы очень жалеют решения переселить полстолобика. Но время вспять не повернешь. И это яркий пример того, насколько опасны могут быть так называемые биологические инвазии. Черное море – излюбленное место отдыха россиян. Первой ласточкой масштабной инвазии в этот регион стал крупный моллюск – рапана. Их видел каждый, кто хоть раз отдыхал на юге России. Впервые рапану обнаружили в Черном море в 1940-х годах. Считается, что живучая ракушка приехала на курорт на днищах судов, которые перевозили по Транссибирской магистрали после окончания русско-японской войны. Оказавшись в теплых черноморских водах, рапана принялась активно поедать всех двустворчатых моллюсков, до которых смогла дотянуться. Она не только уничтожила несколько видов эндемиков, но и практически истребила промысловые виды – черноморских устриц, мидий и гребешков. Впрочем, есть и положительные примеры биологических инвазий. Так камчатский краб хорошо прижился в Баренцевом море. С 1965 года начались перевозки крабов железнодорожным транспортом в рыбовозных вагонах. Всего было отправлено 29 партий краба, из них 28 – из Владивостока, и одна – из Петропавловска-Камчатского. За время акклиматизации камчатского краба в Баренцево море было выпущено более полутора миллионов экземпляров личинок. Более 10 тысяч экземпляров молоди и около 5 тысяч взрослых особей. Эти цифры показывают, насколько масштабным был эксперимент. С тех пор, как камчатский краб был вселен в Баренцево море, за каждым этапом его акклиматизации пристально следили ученые российских рыбохозяйственных институтов. В конце 70-х годов уже начала поступать информация о том, что камчатский краб начал попадаться в уловах российских и норвежских рыбаков на промысле рыб. В настоящее время современный ареал камчатского краба в Баренцево море простирается от Лафатенских островов на западе до, примерно, до острова Колгуев на востоке. К настоящему времени российскими рыбаками добывается порядка 12 тысяч тонн этого ценного вида водных биоресурсов. Краб уже стал неотъемлемой частью Баренцево-Морской экосистемы и включился в ее трофические связи. Молодь камчатского краба служит дополнительным источником питания для многих ценных видов рыб в Баренцево море. Более того, камчатский краб составляет значительную конкуренцию местному плотоядному макрозообентесу. И выполняет, таким образом, санитарную функцию по очистке дна Баренцево моря от отходов рыбных промыслов, что несет, скорее, положительный эффект. Оценить влияние новых видов бывает не так-то просто. Обычно экосистемы довольно сложно устроены. Совсем другое дело Карское море. Здесь все как на ладони. Большую часть года Карское море покрыто сплошным ледяным покровом. Экосистема здесь очень бедная. И в течение столетия наблюдений она сохраняла стабильность. Пока в 2013 году здесь не появился опасный пришелец – тихоокеанский краб-стригун. Вероятно, его личинки добрались до Карского моря на днище судов, проходящих по Северному морскому пути. А глобальное потепление подстегнуло рост популяции краба. – Краб есть? – Два. Мегалопа, он даже до себя там. – Это твоя, да? – Ага. – Добыча. Краб-стригун значительно мельче камчатского краба. Если вес последнего от 2 до 10 килограммов, то крупный краб-стригун редко превышает 3 килограмма. Хорошие уловы стригуна вызывают опасения российских ученых. В ходе экспедиции на судне академик Мстислав Келдыш они регулярно исследуют состояние Бентоса Карского моря. Бентос – организмы, обитающие на океанском дне. По сути дела, это ил. Они составляют основу местной экосистемы. Поэтому ученые уделяют им так много внимания. На протяжении 100 лет наблюдений Бентос оставался нетронутым. Карское море казалось заповедником в этом смысле. А теперь это пустыня. Там появляется большой хищный краб. Один. Единственная причина, которая меняет теперь экосистему. И это уникальная возможность увидеть вот именно как один организм меняет целую экосистему. Впрочем, пока ничего страшного в этом нет. Взрывной рост количества крабов действительно вызвал сокращение Бентоса. Но в конце концов стригунам становится просто нечем питаться. И они перестают быстро размножаться. Бентос восстанавливается. Экосистема постепенно приходит в равновесие. Но ученые все равно держат руку на пульсе. Их задачи и чисто научные, и экономические выяснить. Способен ли краб чрезмерно расплодиться? И можно ли организовать его промышленный лов в Карском море? И вот наши экспедиции позволили, в общем, ответить на этот вопрос. И ответить даже количественно. Не будет никакого промысла. Потому что таким образом организованы эти системы арктические, что они не родят больше, сколько их не греет. Примерно такую же выжидательную позицию ученые выбрали и в случае с горбушей в Мурманской области. В течение многих лет они наблюдают, конкурирует ли она с традиционной семгой. В целом, из-за того, что состояние популяции семги было довольно слабым, то есть она была в значительной степени выбита у нас на севере, то они в основном не вступают в конкурентные отношения. То есть у них разные места нереста. У них разное время выхода из пресноводной воды в морскую среду. И как таковыми конкурентами они не являются. А с другой стороны, в общем-то, это дополнительный источник доходов для местного населения. Эта горбуша, она активно очень ловится на Мурманскую область. Каждый год здесь вылавливается порядка 700 тонн горбуши. Довольно большой объем для местного населения. Это поддерживает экономическую деятельность прибрежных районов, которые, в общем-то, на севере у нас обычно всегда в упадке, кроме там туризма, собственно, какого-то. Поэтому в целом, если рыба живет и рыба там нерестится, рыба успешно существует и в целом не конкурирует с другими видами, то почему нет? Единственное, что это картина непривычна. Например, на коротких рек Карелии, где она нерестится, когда идет ее массовый выход, потом смерть, после нереста они умирают, это короткоцикловый вид, то она заполняет берега рек, она заполняет, соответственно, все водотоки. И там гниет, это, в общем-то, довольно-таки неприятное зрелище. Впрочем, на родине Горбуши, Дальнем Востоке, это привычная картина. Реки и моря Русского Севера тоже, скорее всего, способны сами справиться с биологическим загрязнением. Гораздо большую угрозу им несет человеческая деятельность – разливы нефти и пластиковые отходы. Попадая в воду, они начинают выделять больше сотни видов токсичных веществ и газов, которые отравляют жизнь обитателям Мирового океана. Почему на Крайнем Севере формируется новый мусорный континент? Мы были удивлены, что на Баренцевом море мы увидели пластика столько, сколько не видели, наверное, до этого нигде. И как ученые справляются с проблемой химического загрязнения океана? Сорбент собирает на своей поверхности нефть, разлагает до углекислого газа и сохраняет флору и фауну. Глава 2. Химическое загрязнение Ежегодно в России добывается более 500 миллионов тонн нефти. При этом около 1% этой нефти разливается при добыче и транспортировке. Только река Обь каждый год выносит в Карское море несколько сотен тысяч тонн нефтепродуктов. Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании весной 2020 года стал самым масштабным на планете за все времена. Экологический ущерб от подобных аварий просто колоссален. Ведь одна капля нефти отравляет примерно 25 литров воды. А сколько в этой токсичной воде гибнет морских животных, птиц и рыб, подсчитать вообще не представляется возможным. Поэтому в лаборатории Уфимского государственного авиационного технического университета ищут новые способы быстрой ликвидации нефтяных разливов. Для проведения эксперимента мы готовим морскую воду. В дистиллированную воду засыпаем расчетное количество соли. Для эффективного растарения соли мы используем магнитную мышалку. Алсу Факреева использует соленую воду для того, чтобы в рамках лабораторного эксперимента имитировать разлив нефти на поверхности моря. Сейчас она засыпает нефтяное пятно инновационным сорбентом на основе полисахаридов – все тех же натуральных веществ. Сорбент собирает на своей поверхности нефть, разлагает до углекислого газа, тем самым минимизирует последствия разлива и сохраняет флору и фауну морской воды. В случае реальной катастрофы такие вещества можно распылять над водой с судна или вертолета. Они незаменимы, когда сильный ветер и шторм делают неэффективными механический сбор и выжигание нефти. Химическая реакция может успешно протекать даже при очень низких температурах в условиях Арктики. Свой вклад в очистку Мирового океана от химических загрязнителей хотят внести и ученые Белгородского университета. Вместе с партнерами из Института экологических технологий Вьетнамской академии наук и технологий они создали уникальные адсорбционные материалы. В их основе знакомый всем активированный уголь и бетонитовая глина. Преимущества вот этих активированных углей – они широкопористые, и они сорбируют крупные молекулы органических веществ. И те же нефтепродукты, пестициды, гербициды. А вот радиоактивные, тяжелые металлы, они плохо сорбируют. Они маленькие по размеру. А глины наоборот. Это была вот идея Мухина Виктора Михайловича – давай создадим композиционный сорбент. И мне его слово понравилось тупо. Тупо килограмм на килограмм. Смешаем. Активированный уголь можно получать из дешевых растительных отходов. В Белгородской области – это лузга подсолнечника. Во Вьетнаме – сахарный тростник и прочие традиционные сельскохозяйственные культуры. Я был очередной раз во Вьетнаме, и проезжая по дорогам Вьетнама, я видел горы отходов, кокосов, кофе. И у меня родилась такая идея создать композиционный сорбент не в результате просто механического смешивания, скажем, глины и активированного угля, а получить активированный уголь за счет экранирования глиной поверхности вот этих материалов, которые подвергаются воздействию пиролиза. Пиролиз – это разложение органических природных соединений при недостатке кислорода. По сути, высокотемпературное тление. С помощью такой простой технологии производитель отсорбционных материалов может полностью отказаться от сложной аппаратуры и использования дорогостоящего газообразного азота для создания защитной атмосферы. Это значительно снижает себестоимость конечного продукта. Я бы не сказал, что наши материалы обладают более высокой сорбционной емкостью. Есть и другие материалы в большей сорбционной емкости. Но те материалы стоят значительно дороже. В разы, в десятки раз дороже. Поэтому, если отнести на затраты, то наш материал победит. Помещенный в воду инновационный материал работает как губка, вытягивая из нее токсичные соединения. В частности, Павел Викторович Соколовский, тоже мой асперант, провел апробацию вот этого сорбента при очистке морской воды Южно-Китайского моря. Там сталелитейная компания сбросила воды. Там и фенолы были, и нефтепродукты. Ну и показали, что этот материал хорошо очищает воду от фенола, от нефтепродуктов и гербицидов, пестицидов, и заодно и тяжелые металлы. Другая группа ученых Белгородского университета работает над созданием нового аппаратно-программного комплекса. Машина будет очищать водные объекты от водорослей и пластикового мусора, а также мониторить экологическую ситуацию. Помимо очистки от растительности и отходов, наш комплекс способен производить забор воды для анализа с отметкой координаты и различных климатических показателей в точке отбора. Также будет осуществлять сканирование рельефа на водных объектах. У ученых есть 3D-модель, показывающая, как комплекс будет работать на водоемах. Будет опускать так называемый мостик, куда будет скапливаться и подниматься ряска, ну, ряска, как пример, водного растительности, и также будет попадать в различные пластиковые конструкции. Вода будет отсеиваться при его прессовании, и также ряска будет спускаться в нижний отдел нашего устройства, а пластик-контейнер уже будет собираться в среднем боксе расположенного устройства. Будет прессоваться и брикетироваться в пластиковые пакеты, которые будут сделаны из перерабатываемого пластика. Мы планируем создать презентационный образец к концу 2023 года, но надеемся, что нам это удастся как можно раньше. Ученые рассчитывают обкатать проект на внутренних водоемах Белгородчины, а потом замахнуться на крупные реки, моря и океаны. Ведь собрать и утилизировать пластик в открытом море гораздо сложнее, чем на внутренних водоемах. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – одно из самых печальных мест на нашей планете. Из-за особенностей океанских течений огромное количество пластиковых отходов собирается вместе. Масштабы бедствия колоссальны. Площадь пятна сравнима с площадью Франции, и оно медленно убивает все живое. Птицы, рыбы, черепахи, киты и многие другие морские обитатели принимают пластик за легкую добычу и забивают себе желудок неперевариваемым мусором. Вдобавок разлагающийся пластик выделяет токсины, отравляющие воду. Сложно сказать, сколько живых существ гибнет от этих ядов. Огромные плавучие свалки также есть в Атлантическом и Индийском океанах. Есть данные, что еще одно пятно формируется в Арктике. На Баренцевом море у нас оно тоже формируется или сформировалось. Вот не доходя до новой земли, там где-то ближе к Гренландии, и, в общем-то, за новую землю считается, что это пятно уже не заходит. Ну, это связано и со спецификой течений, и с динамикой таяния ледников. Олеся Ильина не только ученый, но и путешественник. В ходе многочисленных морских экспедиций она могла воочию оценить масштаб мусорной угрозы. Я, допустим, помню поверхность острова Рикарда в Японском море. Когда мы еще не занимались тематикой пластика, мы просто ходили по этому острову, и вся наветренная сторона была покрыта пэт-бутылками и корейскими тапками плывшими. На Баренцевом море мы были удивлены, что на Баренцевом море мы увидели пластика столько, сколько не видели, наверное, до этого нигде. Ученые предлагают душить проблему в зародыше. Ведь 80% пластиковых отходов, попадающих в океан, приносят течением крупные реки. Например, через китайскую реку Янзы в океаны ежегодно попадает полтора миллиона тонн пластика. Цифры ужасающие. Поэтому китайские изобретатели ищут способы решить эту проблему. Например, в Гонконге на воду спустили Клеоботнео – роботизированную лодку для автономной очистки рек и каналов от мусора. Длина судна 3 метра. Оно похоже на катамаран со встроенным посередине конвейером для приема мусора. Лодка оснащена электродвигателем, который работает на солнечной энергии. Клеоботнео ищет мусор на поверхности воды с помощью двух камер. Поступающие с них данные анализирует искусственный интеллект. Это позволяет лодке различать другие суда, препятствия и водоплавающих животных. Идея перехватить пластик на пути в мировой океан не нова. Несколько лет назад голландский вундеркинд-изобретатель Боэнслад придумал систему, которая должна справиться с этой задачей за несколько десятков лет. Он решил установить в устьях крупнейших рек Азии аппараты под названием «Интерцептор». Это огромные катамараны длиной 24 метра, в которых конвейерная лента фильтрует воду, вылавливая мусор и распределяя его в плавучие контейнеры. После их заполнения оператор на земле получает сигнал. К катамарану подходит лодка и забирает пластик на переработку. При этом во время сбора мусора судоходство на реке не прекращается. Установленная система способна собирать больше 100 тонн мусора в день. Если она заработает, можно будет переходить к полноценной очистке океанов. Боэнслад намерен создать искусственную береговую линию посреди большого тихоокеанского мусорного пятна. Она будет представлять собой поплавок в форме подковы, длиной в 600 метров, с прикрепленной к нему юбкой, которая свисает на трехметровую глубину. Поплавок делает систему плавучей и не дает мусору сбежать через верх, в то время как юбка останавливает его снизу. При этом длина юбки позволяет рыбам легко проплыть под ней и не попасться в ловушку для пластика. Поскольку и пластик, и ловушка плывут по течению, система Боэнслада всегда будет оказываться там, где больше всего мусора. При помощи расположенных на поплавке сенсоров и спутниковых антенн, которые питаются энергией солнечных батарей, ловушка сможет передавать информацию о том, где она находится и сколько мусора уже собрала. Периодически за отходами будет приходить судно и доставлять их на берег. Создание тестовой установки обошлось компанией Боэнслада в 20 миллионов долларов. И она достаточно хорошо показала себя в ходе испытаний. Изначально они заявляли, что они почистят, по-моему, к 50-му году половину мусорного пятна, то есть порядка 50 тысяч тонн должны были выгрести. Но даже если эта затея удастся, в воде все равно остается огромное количество микропластика. Это продукт распада пластиковых изделий на мелкие частицы и отдельные волокна. По наблюдениям ученых, самые большие отложения микропластика сосредоточены у береговой линии. Потому что, допустим, судя по Баренцеву морю, мы получили максимальную концентрацию порядка 200 грамм на квадратный километр. Это вот в бухте очень сильно загрязненной, прибрежной, с ограниченным водоснабжением и водосмешением. Проблема настолько острая, что даже ООН обратила внимание на микропластик. Ведь он попадает в организмы всех морских животных, рыб и даже мелких ракообразных. Канадские исследователи формулировку такую применили, что этот пластик можно рассматривать как таблетку с ядом. То есть когда животное заглатывает этот пластик, оно заглатывает заодно и вот эти токсичные соединения, которые в нем присутствуют или которые на нем сорбированы. Ну и, соответственно, ему это в какой-то степени не полезно. Ежегодно биологами проводятся сотни токсикологических исследований. Ряд из них подтверждает тот факт, что микропластик может влиять на жизненные показатели даже у микроводорслей. На нашей кафедре делалась такая работа, не так давно вышла статья. Мы смотрели разные виды микропластика, полученного, причем из такого, из натурного пластика, с Баренцева моря. Мы смотрели полиуретан, полистирол, полиэтилен низкого давления. И это все мы тестировали на довольно стандартном таком тест-объекте на сцене Десмусе. Там микроводоросль маленькая. И было показано, что наиболее высокую токсичность проявили полиуретановые фракции, полиуретановый микропластик. Океанских обитателей нужно срочно спасать, убеждены основатели проекта Сибин, Эндрю Тертон и Пит Сеглинский. Они предлагают маленькое, но вполне эффективное решение проблемы. Сибин – это плавающее мусорное ведро, которое можно использовать в рамках небольших бухт и яхт-клубов. Оно работает от обычной электророзетки. Вода всасывается с поверхности и проходит через мешок для сбора внутри Сибин с погружным насосом. Он способен пропускать через себя 25 тысяч литров морской воды в час. Затем вода откачивается обратно в марину, оставляя мусор и обломки в ловушке. Сибин может вместить до 20 килограммов мусора. Плавающее ведро рекомендуется проверять два раза в день и опорожнять при необходимости. На данный момент уже более 50 европейских марин в Британии, Финляндии, Ирландии, Франции, Испании инвестировали в технологию и активно ее используют. И этот список стремительно растет. Но даже миллионы плавучих мусорных ведер не способны решить проблему пластика в мировом океане. Поэтому в нем нужно строить небоскребы, полагает южнокорейский дизайнер Сунь Дзиньчо. Он разработал проект массивной плавающей, самоподдерживающейся структуры, которая способна очищать окружающие воды от пластиковых отходов. Дрейфующий небоскреб под названием Сивер южнокорейский дизайнер хочет расположить в центре большого тихоокеанского мусорного пятна. По сути, это огромное дренажное отверстие. 550 метров в диаметре и 300 метров в глубину. Через специальные турбины комплекс будет втягивать воду и прогонять ее через систему очистки, отделяя от мусора, если потребуются нефтяных пятен. Собранный мусор и нефть должны попадать в специальные резервуары, а после сжигаться. В результате будет вырабатываться электроэнергия. Хотя в плане топлива Сивер может быть полностью энергонезависим даже без переработки мусора, благодаря большим солнечным панелям. Использование альтернативных источников энергии особенно актуально в свете возрастающей угрозы глобального потепления. Для океана и его обитателей это тоже очень плохая новость. Повышение температуры воды уже приводит к массовой гибели кораллов и больших морских черепах. И это только первые предвестники грядущей катастрофы глобальных масштабов. Чем еще опасно закисление мирового океана? Как показывают результаты, которые мы получаем, что ежегодно выбросы метана растут. И что станет с планетой, если Гольфстрим изменит направление? И вот это и будет наступление нового ледникового периода, как это было в прошлом. Глава третья. Закисление океана. О глобальном потеплении слышали практически все, но мало кто понимает его истинные причины. Человеческая деятельность неразрывно связана с выбросами климатически активных газов. СО2, метан и затись азота создают эффект парника, который способствует прогреванию приземного слоя атмосферы. Тепло, отраженное от поверхности Земли, не уходит в космос, а задерживается своеобразным экраном из этих газов. В результате температура воздуха растет. Рост средней температуры на планете сказывается и на Мировом океане, провоцирует таяние ледников и образование тайфунов. Мировой океан выступает как огромный такой резервуар холода, который сдерживает рост глобальной температуры и тем самым маскирует реальные проблемы, которые у человечества могут возникнуть в результате глобального потепления. Дело в том, что современное значение глобального потепления измеряется единицами градусов. Полтора-два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Вместе с тем рост концентрации углекислого газа составляет практически 50%. То есть в полтора раза мы увеличили концентрацию основного такого парникового газа, который влияет на парниковый эффект. Такая концентрация СО2 наблюдалась на Земле примерно 20 миллионов лет назад. Однако средняя температура планеты была тогда гораздо выше, чем она сейчас. В некотором смысле существует неполная ясность, почему так было. И вот на мой взгляд именно тепловая инерция Мирового океана – это и есть то решение вот этой вот проблемы. Потому что если бы не тепловая инерция Мирового океана, мы бы сегодня имели не полтора-два градуса потепления на Земле, а мы бы имели, может быть, 4, может быть, 6, может быть, даже 10 градусов глобального потепления. Фитопланктон и водоросли, обитающие в Мировом океане, отлично поглощают углекислый газ. Это обстоятельство дает ученым хорошую возможность воздействовать на климат в глобальном масштабе. Под эгидой Миноборнауки России в Геленджике, Калининграде и на Сахалине уже созданы так называемые морские карбоновые полигоны. Эти плантации водорослей помогут отработать технологии поглощения углекислого газа, которые впоследствии можно будет масштабировать на весь Мировой океан. Черное море под Геленджиком. Тут расположена уникальная экспериментальная система под названием Мезокосм. Это морская ферма, которую обустраивают на металлической подъемной платформе. На ней установлены закрытые бассейны на трех уровнях – придонном, среднем и поверхностном. Мезокосм заселяют коколитофоридами, которые способны поглощать СО2 безвозвратно, не выделяя парниковые газы в процессе своей жизнедеятельности и после гибели. Это такие микроводоросли, которые формируют известковый скелет кальций-СО3. Этот скелет после того, как отмирает водоросли, тонет, погружается на дно и практически не растворяется. В основном из них состоят как раз меловые отложения. И мел, в частности, которые мы пишем на доске в школе, писали раньше, тоже в основном из вот этих вот чешуек коколитофорид состоит. Насколько интенсивно коколитофориды поглощают углекислый газ, покажет серия экспериментов. Для оценки их успешности на полигоне используют различные измерители потоков СО2. Аналогичное оборудование используется и на других морских карбоновых полигонах России. Например, в заливе Анива на Сахалине собираются разводить морских гребешков вместе с морской капустой – ламинарией. Они помогают друг другу, потому что ламинария, она при фотосинтезе просто извлекает СО2 из воды. Собственно говоря, и при этом она создает тот субстрат, необходимый моллюскам для питания. К 2025 году остров Сахалин планирует стать углеродно-нейтральным регионом. То есть объемы выбросов и поглощения СО2 должны как минимум сравняться. И важнейшую роль в поглощении излишков углекислого газа должна сыграть большая акватория. Ведь в Охотском и Японском морях, окружающих остров, колоссальные естественные плантации ламинарии. Но живет эта водоросль всего около двух лет. А после гибели ее выбрасывает волнами на берег и начинается разложение. В результате в атмосферу возвращаются СО2 и метан – те самые парниковые газы. Чтобы снизить процент их эмиссии, ученые ищут способы решить проблему таких штормовых выбросов. Например, гниющие водоросли можно переработать в биоуголь или биочар. Биоуголь – это одна из последних таких тенденций, которая характерна во всех странах, которые пытаются показать, что они снижают эмиссию. И считается, что биоуголь – это как раз-таки углерод-нейтральная и даже углерод-отрицательная технология. Чаще всего биочар используют как удобрение. Он не только не загрязняет почву, но и способствует быстрому росту растений. Еще одно применение – производство кормов для животных. Эксперты подсчитали, что если кормить коров водорослями, эмиссию метана, который выделяется в процессе жизнедеятельности этих животных, можно сократить вдвое. Кстати, выбросы метана сейчас составляют порядка 20% от всех парниковых газов, что делает его вторым по значимости газом после СО2. Но у метана есть потенциал для того, чтобы выйти на первое место в этом антирейтинге. 2019 год. Судно-академик Мстислав Келдыш проводило экспедицию по морям Восточной Арктики. В ходе нее океанологи обнаружили загадочные гигантские бугры на дне океана. Исследования специалистов Томского политехнического университета показали. Это стремящиеся наружу огромные залежи газогидратов метана. Из-за глобального потепления эти метановые бугры могут взорваться в любой момент. Причиной дестабилизации газовых гидратов как раз таки является повышение температуры, если мы говорим про Северно-Ледовитый океан. То есть изначально формируется бугор, потому что снизу подходит поток метана. В случае, если этот бугор, ну скажем так, прорывается, то образуется кратер. И с кратера уже в последующем происходит разгрузка метана непосредственно в водную толщу, а затем и в атмосферу. Подобные процессы ученые уже смогли воочию наблюдать в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Там мы непосредственно наблюдаем разгрузку флюида, содержащего метан, в атмосферу. Главной целью нашей экспедиции является ежегодный мониторинг за разгрузкой метана. То есть необходимо контролировать этот процесс, чтобы понимать, происходит ли увеличение выбросов метана в атмосферу, либо их сокращение. Но, как показывают результаты, которые мы получаем, что ежегодно выбросы метана растут. И это плохая новость для человечества. Метан живет в атмосфере не более 10 лет. Но зато парниковый эффект он дает примерно в 25 раз сильнее, чем углекислый газ. Провоцируя массированные выбросы метана с океанского дна, человечество раскручивает маховик глобального потепления. В какой-то момент эти процессы могут приобрести лавинообразный характер. И тогда среднегодовая температура резко увеличится. Ледники на всей планете начнут стремительно таять. Огромные объемы пресной воды попадут в океан, значительно повышая его уровень. Под воду могут уйти многие островные государства и прибрежные города. Такие как Лондон, Венеция, Гонконг, Шанхай, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Санкт-Петербург. Но это только полбеды. Изменится и картина океанских течений, которые являются едва ли не определяющим климатическим фактором на планете. Вот Европа и вообще Северная Америка, европейская часть России находятся под воздействием системы североатлантических течений, которые многие знают просто как Гальстрим. На самом деле это большое количество течений, которые обеспечивают перенос тепла из тропических широт нашей планеты в арктические. И сегодня Европа — это некоторая температурная аномалия со знаком «плюс». Если вы возьмете, например, Гренландию, то южная конечность Гренландии расположена на той же широте, что Санкт-Петербург. Но в Санкт-Петербурге нормальный климат. Можно, я не знаю, сажать картошку, можно яблоки выращивать. А в Гренландии это белые медведи, это, извините, ледяные торосы. И там не то что яблони, там даже трава особо не растет, понимаете? Просто представьте, что может произойти, если Гольфстрим полностью поменяет свое направление. Это далеко не самый фантастический сценарий. Драматические для климата планеты события могут развернуться в районе острова Ньюфаундленд. Ньюфаундленд — это такой остров в Северной Америке, который, ну, скажем так, недалеко от Гренландии расположен. То есть вот в районе Ньюфаундской банки Гольфстрим встречается с лабрадорским течением, которое движется ему на перерез. Оно при этом состоит из очень холодной воды, практически с нулевой температурой. И оно в достаточной степени распресненное. И в настоящий момент это течение имеет плотность воды, которая выше, чем плотность вод Гольфстрима. И это течение, столкнувшись с Гольфстримом, оно спокойно опускается на промежуточные глубины, как бы подныривая под Гольфстрим, и не мешает Гольфстриму двигаться дальше, на северо-восток и обогревать его. Тысячи лет эта система находилась в равновесии. Пока из-за глобального потепления температура в Гренландии не начала быстро расти. Это очень необычное место. Три четверти острова покрыты ледяным щитом, средней толщиной полтора километра. Он постоянно движется и меняется. Лед спускается к краям острова со скоростью около 150 метров в год, и там откалывается, образуя айсберги. Однако среднее количество льда долгое время оставалось примерно одинаковым. Снег и атмосферная влага, замерзая, компенсировали его отток. Но с наступлением 21 века средняя скорость таяния ледника увеличилась до 500 миллиардов тонн в год, а вот количество выпадающих осадков осталось прежним. И в перспективе это может сделать лабрадорское течение гораздо более пресным. Если это течение станет более пресным, то плотность воды лабрадорского течения может сравняться с плотностью Гальстрима. Тогда оно не сможет подныривать под Гальстрим. И, собственно говоря, картина течения может кардинально измениться. Если сегодня Гольфстрим движется в сторону Норвегии, то лабрадорское течение может заставить его повернуть обратно на юг, в районе Ньюфаундлендской банки. Тогда «Гольфстрим» превратится в некий круг циркуляции в тропиках и больше не будет обогревать Европу. Это значит, что климат в Санкт-Петербурге станет холоднее на 20-25 градусов. Это очень большая величина. Это фактически будет означать, что летние температуры в Санкт-Петербурге станут отрицательными. И тот снег, который в течение года, в течение зимы выпал, скажем так, в регионе, Санкт-Петербурга, он летом не будет таять. Этот снег будет накапливаться каждый год, превращаться в ледник, собственно говоря, и вот это и будет наступление нового ледникового периода, как это было в прошлом. А в прошлом ледник доходил примерно до широты современного города Харькова. Так что не поздоровится всей Европе. Северные части Польши и Германии, страны Бенилюкса, большая часть Великобритании тоже окажутся в зоне оледенения. То есть жить там будет в принципе невозможно. Придется переселять значительную часть европейского населения в новые регионы. А жителей Сибири ждет настоящий поток. Предположим, что Гольфстрим встал, и Арктика все больше и больше затягивается льдом. В конце концов, вдоль северного побережья России образуется огромная ледяная дамба. Плотина высотой в десятки километров, в которую упрутся мощнейшие сибирские реки. Попь, Енисей и Лена, не найдя выхода в океан, затопят низменность и фактически сольются в Единое море. Уровень воды в нем будет подниматься, пока не достигнет отметки в 130 метров. И хотя в этой зоне проживает не так много людей, последствия для экологии и экономики будут катастрофическими. В этой зоне окажется большое количество промышленных предприятий, нефтяных скважин, газовых скважин, которые расположены, собственно говоря, в относительно низких местах. И это будет, ну скажем так, тоже иметь весьма печальные последствия. У ученых есть данные о том, что изменения направления Гольфстрима регулярно происходили в прошлом нашей планеты. Поэтому человечеству лучше начать готовиться к новому ледниковому периоду уже сейчас. Часто ученые шутят, что воды Мирового океана исследованы намного хуже, чем обратная сторона Луны. В этом есть доля правды. Поэтому, чтобы успешно выживать в будущем, людям нужно значительно углубить знания о процессах, происходящих в Мировом океане. И в идеале научиться управлять этими процессами. А сделать это можно только одним способом – активно развивая фундаментальную науку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова